Ураганный ветер проверил на прочность не только нервы горожан, но и многие деревья. В городе только по официальным данным зарегистрированы 30 падений стволов. К счастью, на этот раз никто не пострадал, но случаи такие были. Два года назад на улице Шувандиной сухое дерево упало на пешехода. 58-летняя женщина погибла на месте. Виновные до сих пор не понесли наказание. На этот раз жертвами древесного нападения стали только автомобилисты. От подобных происшествий нельзя застраховаться, нельзя их предугадать. Упасть может и ночью во дворе, и возле магазина, где автолюбитель припарковался на пару минут. И даже в момент движения. Если вы все-таки были в движении, то есть вы передвигались по дороге общего пользования, то, конечно же, нужно вызвать инспекторов ГИБДД. Значит, это первый момент. Второй момент. Если все-таки у вас стоял автомобиль, значит, либо это парковочная стоянка, либо это где-то придомовая территория, то, конечно же, нужно вызывать своего участкового, чтобы он данный сам факт зафиксировал. Всем рекомендую, ни в коем случае, значит, при наступлении такого случая, не передвигая транспортные средства, самим никаких действий не предпринимать, то есть с точки зрения, там, убрать это дерево и так далее. То есть вот сам факт, который случился, он должен быть зафиксирован компетентным органом. Ущерб исчисляется десятками тысяч рублей. Компенсацию от страховой получают лишь автовладельцы, оформившие каска. Остальным придется добиваться ее. Конечно, это проволочки, скажем так, и хождение, что называется, по судам, то есть определить, что действительно это дерево принадлежало им. Но, тем не менее, то есть в любом случае обращаться в администрацию, вызывать их как заинтересованное лицо предполагаемые выплаты по возмещению ущерба, значит, их представителя. И в дальнейшем уже, то есть если в досудебном порядке они не оплатят данное денежное средство, не компенсируют вам, идти уже в рамках судебного порядка. Сергей автомобиль паркует подальше от дома, но от этого спать крепче не стал. Сухое дерево во дворе не дает покоя. Боится мужчина не только за себя, но и за своих детей. Оно внутри, внутри оно все пустое, там дырка прямо внутри, вы, ну, дерево снизу уже сгнило. Если оно упадет на ту сторону, этому дому придет просто капец. Если, дай бог, не будет человеческих жертв. Я боюсь, почему? Потому что, если коснись вот такой еще один ураган, дерево, не дай бог, упадет, нас просто всех завалит здесь. Сергей уже обращался в администрацию и даже получил ответ. Но дальше письменных обещаний за два года дело не продвинулось. Ситуация с деревьями в городе в зоне ответственности управления благоустройства. Однако принципиальное значение имеет место. Ответственность за содержание зеленых насаждений возложена на собственника земельного участка. Если эта территория отмежевана под многоквартирный дом, то жители с предложением о сносе аварийного дерева должны обращаться в управляющую организацию. Именно управляющая организация должна подать заявку в управление благоустройства администрации города Иваново о сносе дерева. Если дерево растет на общей городской территории, то жители могут напрямую подать заявку на сносе дерева в управление благоустройства администрации города Иваново. Можно, конечно, обойтись и без бюрократии. Однако спилив дерево без разрешения, Ивановец рискует попасть на административный штраф. Так что самоуправство – не выход. Остается лишь отойти подальше и наблюдать, что произойдет быстрее – спилят или упадет само. И чаще поглядывать наверх. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.